Спаси меня, Господи. Именно этими словами начинается одиннадцатый псалом. Давид часто был на краю смерти, гоним и претерпевал многие иные скорби, но только этот псалом начинается возгласом погибающего человека. Что же стало причиной этого? Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый ближнему своему, устали стивые, говорят от сердца притворного. Вот оказывается, что действительно является бедой и мучением большим, нежели гонение или даже опасность смерти. Поэтому Давид с первых слов псалма воперед Богу «Спаси меня, Господи». В целом этот псалом говорит о тяжести следовать за Господом по путям его заповедей, когда большинство людей от этих путей как раз уклоняется. Это подобно тому, как идти одному против движения в толпе или плыть по бурной реке против течения. Нужна особенная помощь Божия и его содействие, чтобы не сбиться и иметь силы дойти. Поэтому Давид и говорит «Спаси меня, Господи». Но сегодня мне хотелось остановиться на моменте, который не сразу бросается в глаза, но тем не менее актуален во все времена. В словосочетании «ложь» говорит каждый слово, переведенное здесь как «ложь», в древнееврейском языке имеет другое значение. Оно означает «пустота». Вот, например, сроку на славянском перевели более точно и сказали суетное глагол «кижда». Уже в русском языке, когда переводили, сказали «ложное говорит каждый». Так вот, это слово «пустота» или «суета» означает не только прямую неправду, ложь, но и безответственность за свои слова, то есть то, что обесценивает саму идею общения между людьми. Примеры такого безответственного пустословия мы легко можем найти в современности. Люди все чаще не чувствуют себя обязанными нести ответственность за свои слова. Сегодня я могу сказать что угодно, а завтра я забуду о сказанном, а если мои слова окажутся неправдою, я не буду переживать, даже не вспомню об этом. Многие это делают ради шумихи или, как сейчас принято называть, ради хайпа. Особенно тяжело, когда это происходит со стороны высокопоставленных и известных людей, которых слышат миллионы. И все бы ничего, если такое пустословие ложилось темным пятном исключительно на авторитет говорящего, но происходят процессы куда более худшие. Потому что в такой ситуации, когда подавляющее большинство не продает ценности своим словам, происходит девальвация слова. Вот как финансовая девальвация является результатом масштабного вброса денежных купюр, не имеющих под собой экономической обоснованности, то есть не имеющих никакой цены, бумажки просто. Ровно такой же процесс происходит и со словом, когда его говорят пустое, суетное слово, когда за него не несут ответственности. Оно перестает иметь цену по той причине, что отдельные люди, в итоге ставшие большинством, пренебрегают ответственностью за то, о чем говорят. Многие из нас помнят кризис 98-го года, когда сбережения многих превратились в мыльный пузырь. Так вот, такая же девальвация и кризис происходит со словом в наши времена. Страдания многих людей, их психозы и неврозы, как раз обусловлены тем и происходят на почве того, что они перестают верить кому бы то ни было. Они не верят ни власть, ни церкви, ни врачам, ни экономистам, даже близким и любимым людям. Это происходит по той причине, что они привыкли, что вокруг везде говорят ложь и не несут ответственности за сказанное. Поэтому они перестают доверять даже тем людям, которые действительно говорят правду. И в таком мире, который объективно можно назвать империей лжи, становится очень тяжело жить и остается только вместе с Давидом вопиять «Спаси меня, Господи». Что же делать? Как исправить ситуацию? Христианство всегда призывает начинать изменения с себя. Нужно ценить каждому из нас слово, которым мы делимся с окружающими и понимать, что слово ценнее золото, нефти или денег. Каждому нужно понимать, что когда он говорит, то ручается за то, что говорит и несет строгую ответственность за сказанное им. Поэтому, если не знаешь, то лучше молчи. А если сказал, то знай, что ты невидимо расписался сказанным тобой и своим авторитетом. Конечно, человек может и ошибиться, но это скорее должно быть исключением, да и в таком случае найдем себе силы признать свою ошибку. Если христианское учение не научает нас такому образу жизни, то пусть хотя бы научит мир криминальный. Там за каждое слово нужно отвечать. Однако этот принцип не должен быть только уголовным, каким сейчас это стало в современности. Таков принцип жизни должен быть у каждого христианина, потому что именно так угодно Господу. В современном мире мы чаще делимся своим словом уже не в личном общении, а дистанционно. Поэтому и здесь должна быть строгая дисциплина. Люди часто делятся в соцсетях и в мессенджерах непроверенными фактами в виде текстов, видео или фотографий. Технологии сейчас дошли до того, что возможно даже изменить внешность и голос. Получив информацию и крайне удивившись, люди спешат переслать ее всем, кого знают, а потом выясняется, что это фейк или, если говорить по-нашему, ложь. А это есть то самое суетное слово, то есть безответственно распространенное, про которое говорит Давид. Поэтому каждому из нас нужно приучать себя проверять то, о чем мы говорим, что пересылаем, чем делимся с окружающими. Одним словом, быть ответственны за сказанное нами. Даже если мы не лжем намеренно, но только бездумно распространяем, то несем ответственность. Так учит Священное Писание, называя такие слова суетными и пустыми. Подчеркнем, что так должно быть не по какому-либо мирскому учению или человеческим мотивациям, но по учению христианскому. Именно Богу угодно, чтобы люди несли ответственность за свои слова. Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» будет действительно «нет». Так говорит Господь. Если каждый будет следовать этому принципу, заложенному в Священном Писании, то и мир преобразится, и каждому из нас станет жить проще и радостнее. И тогда те, кто продолжает говорить ложь и суетное, не будут просто растворяться в общей массе, но будут наказуемы общественным мнением, а возможно и законам. На этой неделе читаем 11 Псалом. «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между снами человеческими. Ложь говорит каждый ближнему своему, устали стивы, говорят от сердца притворного». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова